Привет, друзья! Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Я Михаил Сыркили. Я Иван Святченко. Мы не совсем в Камрате, мы в телемасте. Мы в телемасте, да. У Ивана выдалась командировка, поэтому Иван к нам выходит в таких походных условиях, но, надеемся, нас не подведет интернет и мы сможем без сучка, без задвореньки провести сегодняшний эфир и обсудить все темы. Перед тем, как приступить к обсуждению, хочу напомнить вам, что вы смотрите и слушаете нас на канале YouTube Non-Fiction Святченко, на канале YouTube Nocta и на страничке в Facebook новостного портала Nocta. Также вы можете слушать нас в Spotify и на Apple Podcast. Spotify Podcast и Apple Podcast. И не забывайте, друзья, подписываться на нас, делиться этим видео и отправлять его своим знакомым и близким, чтобы нас увидело и услышали как можно большее количество людей. Итак. И комментарии, комментарии пишите. Пишите комментарии, друзья. Не забывайте, что ваши комментарии очень тоже ценные и важные для нас. Ну, давай, Иван, озвучим, да, что мы хотим сегодня прокомментировать. Мы, безусловно, прокомментируем Путин-тим. Боля Василий появился в майке Путин-тим в парламенте. Это вызвало реакцию. От кутюр по-молдавски по-шороски. Путинский вот кутюр, да, среди молдавских бывших социалистов, нынешних возрожденцев, или кем он там является сегодня, да. Мы, безусловно, поговорим о санкциях США против Евгении Гуцул. Евгения Гуцул внесена в санкции в Соединенных Штатах Америки. Мы поговорим в этом контексте о заявлении, совместном заявлении США, Канады и Великобритании, разоблачающем подрывную деятельность России в Республике Молдова и вмешательство России в молдавскую политику. В этом же контексте мы поговорим о заявлении Таубер, которое она сделала по поводу того, что ее включили в список миротворец. Украинский в сайт миротворец внес, скажем так, в свою базу данных трех человек из Республики Молдова. Марину Таубер, Илона Шора и Евгению Гуцул. Сюрприз, сюрприз, да, чтобы это значило. Ну, а мы объясним, что это значит, по большому счету. Мир сужается. Мир сужается для этих трех лид. Для беглых товарищей мир сужается. Мир сужается. Мы поговорим о скандале с Народным ассамблем национальным, как он называется, Иван, поправь меня, ЖОК. ЖОК. ЖОК, да, это, скажем так, визитная карточка Республики Молдова. Скандал связан с тем, что руководство ЖОК и несколько танцоров, я так понимаю, приняли участие в шабаше, который организовал ШОР в Москве. Это вызвало определенную реакцию. Ну, может быть, у них гражданские чувства так проявлялись. А может быть, гонорар зашкаливал. Может быть. Не шибко там зашкаливал, так и продешевели. Да, вот об этом мы сегодня поговорим. Мы также поговорим в этом контексте о том, что другой народный коллектив Дюзова, Гагаузский, поехал в Россию, в Петербург на Добровидение. Это как бы такая альтернатива Евровидения или там АЛЁМ и ЕЩИ. Новая маразматическая такая неологизм. Новый неологизм. Просто неологизм. Просто неологизм. У нас Россия над новоязом. 80 Орл, 1984, новояз. Умберто Эко, признаки фашизма. Новояз. В этом же контексте мы поговорим о молдавских спортсменах, которые поехали на Олимпийские игры. БРИКС, которые Россия организует в качестве альтернативы олимпийскими играм, которые проходят в этом году в Париже. Все как вот такое же, только, но не совсем. Только не совсем, да. А вот что именно, мы об этом поговорим. Это такая Олимпийская игры для бедных, да. Мы поговорим об обращении Константина. Почему для бедных? Что-что? Почему же для бедных? Для странных. Для странных, окей. Согласимся с этой формулировкой. Мы поговорим об обращении Константина Таушанджи. Таушанджи, да. Так, ветерана, скажем так, движения ГГУС Халкэ. И первого депутата парламента Республики Молдова, профессора Камрадского государственного университета, который призывает спасти ГГУЗю от Шора и от Евгении Гуцева, соответственно. И завершим мы сегодняшний эфир обсуждением саммита мира для Украины. Как он прошел, каковы результаты и как на нем выступила Республика Молдова. В нем президент Республики Молдова, Майя Сан. Друзья, не переключайтесь, скоро вернемся и приступим к обсуждению наших сегодняшних тем. Итак, друзья, мы вернулись. Это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику. Честно, со здравым смыслом и дурой иронии. Иван, Боля, Василий Боля. Ассоциирующийся со словом «рынта», не знаю почему. Почему? А что такое «рынта»? Давай объясним. Не знаю, вот как-то вот он обычно так клокочет, звучит. Ну, он, по-моему, был тот, который вышел из муционида чензура, да? То есть выступал против правительства Сан, допомнишь, в 2019 году. И очень агрессивно так он выступал. Ну, у него такая довольно разнообразная политическая биография. Последняя волна прибила к кормушке Шора. Шора, после всех загадочных рассуждений, куда я пошел-то, за какой новой партией я пошел, в итоге, ну, вот, вынесло в русло этого прекрасного болотца. Делаем ему рекламу. Но, конечно... Да, ты, кстати, да, ты не хотел делать рекламу. Это нужно еще, конечно, поизучать, до чего может докатиться молдавский депутат. Ты не хотел делать рекламу этому депутату в связи с появлением в майке «Путин Тим», но мы как бы договорились, что мы обсудим это в контексте того, что эти ребята, по большому счету, и не скрывают, что они никакие не молдавские политики. Тот факт, что у них есть молдавское гражданство, и тот факт, что они попали в молдавский парламент, не делают их молдавскими политиками. То есть они фактически являются, даже не знаю, как это правильно, слово прокси, слово, не знаю, там, агенты Кремля уже заезженные, которые, с моей точки зрения, не отражают полные, извините за выражение, пиздец, которые творятся, и то, что они творят, да, в молдавской политике. Они фактически являются проводниками самыми, не полупроводниками, а проводниками российско-агрессивной политики в Республике Молдова. И они, что называется, уже даже этого и не скрывают. То есть они подписались, я так понимаю, это и майка, они подписываются под каждым преступлением, которое Путин совершает в Украине, которое Путин совершает на международной арене, и под каждым преступлением, которое Путин совершает в Республике Молдова. Как ты это расценишь? Копыта инженера коснулась их плечей. Совершенно никто не скрывает, ну вот мы видим в Трико за 600 леев. Не стоит ли честность подобных депутатов всего-то около 600 леев? Ну я думаю, там не о 600 леях речь идет, да? То есть если речь о деньгах, по большому счету. Ну если вот зрить в корень, да, мог уже там получил какую-то. А вот на самом-то деле, какая цена в базарный день такой совести? Не очень высокая. Ну это, кстати, он не единственный, да? Ты такой социалист из Бельц, Марошан, социалист он, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Да-да-да, я видел его фотографию, да. Да, такой активист. Конкурент там вот на прошлых выборах с такой тоже необычной биографией. У него там какие-то пирамиды. Тут очень интересно... Что-то вот такое. Да-да-да, он... Они отказались, я так понимаю, отказался отвечать на вопросы журналистов. Марошан и Боле тоже, я так понимаю, да, отказался отвечать на вопросы журналистов по этому поводу. Зачем они... Ну типа, и так все ясно, что же там нужно особо уточнять. Вы что, не умеете читать, спрашивает господин Боле. Да нет, читать-то все умеют. Даже он... Писать вот не все состояния, правда. Поэтому за тебя пишут другие. Ну, в частности, изобретатели из аппарата президента России. Ну, или молдавские какие-то креативщики, которые довольно за такую недорогую цену по креативу сделали события. Вообще, конечно, это откровеннейшая провокация, но господин Боле, наверное, так считает, что строить политическую карьеру выгодно. Пусть строит. Ну хорошо, и кто-то попросил... И кто-то попросил... В тупики. И кто-то попросил это сделать, Иван, или они сами по своей собственности, как ты думаешь? Я не судя по креативу и вот такому искрометному, фантазийному развитию, ну, в отношении журналистов, провокационной майки и вот, собственно, носителя высших идей. Я не исключаю, что это такие домороченные изобретения. Как вот я вот тут за 600 талей купил майку, а я сделаю информационный повод, и я всем вот покажу, что я в этой майке, и не боюсь, и обо мне будут говорить. Не исключаю, что это собственное такое изобретение. А может, кто и придумал. А может, кто и придумал. Ну, на это была реакция Нантуя, он сделал обращение в парламенте на русском языке, где цитата, да, в случае, если русский мир придет сюда, то что-то он сказал по поводу молдавских женщин, да, что у молдавских женщин будет возможность встать в очередь и обслуживать русских солдат. На что пошла реакция и заявление Аделы Райляну от партии, от блока коммунистов и социалистов на заявление, и она потребовала от Нантуя принести извинения. Более того, она потребовала от платформы женщин-депутатов парламента, которую возглавляет Дойна Герман, да, депутат ПАС, чтобы они, в свою очередь, отреагировали и осудили действия Нантуя. Ну, давай, как бы, обсудим, что вообще не так с заявлением Нантуя, или, может быть, не так с реакцией Аделы Райляну на заявление Уазу Нантуя. Есть ли что-то оскорбительное для женщин? Как бы, тут, знаешь, двое мужчин обсуждают, женщин, как бы, тут нет, ну, вот, с точки зрения нашей перспективы. Есть ли что-то оскорбительное для женщин, потому что говорит Нантуя? Потому что Нантуя, по большому счету, говорил не только в отношении женщин, он также говорил в отношении мужчин, пушечное мясо. И почему в слове пушечное мясо в отношении мужчин Адела Райлян не увидела оскорбление, а в слове, а в выражении женщинам, у женщин будет возможность встать в очередь для обслуживания российских салатов, она увидела оскорбление. Да, ждет такая незавидная доля, исправляю, да, не будет возможности, а ждет незавидная доля, как стоять в очереди для обслуживания российских солдат, да. После чего господин Нантуй вполне себе прямо, недвусмысленно заявил, что он отвечает за каждое слово в своей статье. И если мы будем анализировать именно текст статьи, то она предельно выдержанная, на мой взгляд. Там никто конкретно не называется, а картина того, что будет возможно у нас, когда придет некий русский мир, довольно безрадостная. И мы видим эту картину, ну, не надо наступать на эти же грабли, посмотри по сторонам, посмотри, что происходит в Приднестровье, как богато и радостно живет непризнанный регион левобережья Днестра. Можно посмотреть на ситуацию в Донбассе и Луганске, и даже не то, что после начала войны, а с 2014 года русский мир туда де-факто пришел. Я не заметил там счастья, не потому что там никто не собирался строить счастье, а потому что обычные люди, особо никого там не поддерживавшие, ни Украину, ни Россию, стали жить объективно хуже. Все. И те, кто поддерживал Украину, и поддерживаете, и те, кто за Российскую Федерацию, за эти аннексии, ну, все точно стали жить хуже. И между на этих оккупированных территориях, да? Конечно, ну, конечно. Где там вот, в каком направлении строительства регионального, на самом деле, аннексированных этих украинских частей территории, я напомню, что не Луганская область на 100% не оккупирована, не Донецкая. Ну, и не говоря уж про Запорожскую... Херсонскую область, да? Как же? Николай, Херсонскую, Херсонск. Да, да. Вот. Русский мир действительно как-то последние годы счастья не приносит никому. И если он не приносит счастья самой России, то, конечно, мы можем посочувствовать, но у нас свои требы, у нас свои задачи. И бессмысленно тратить время на конструкты, которые придумали 70-летние креативщики из Кремля, и которым наши чуть более молодые молдавские продажные политики охотно за деньги или по собственному схудоумию пытаются продвигать на политической арене Республики Молдова. Ну, это попытка отвлечь внимание от реальной проблемы и создать проблему там, где ее на самом деле не существует. С одной стороны, это реакция этой самой женщины Аделы Райлянс, очень такой богатой прокоммунистической и пророссийской биографии. Мы посмотрели, да, она когда-то была директором телеканала НИД, который обслуживал интересы партии коммунистов, когда партия коммунистов была у власти. И, в общем, она была у коммунистов, потом была социалистами, да, и вот она сейчас в парламенте, в блоке коммунистов и социалистов. Это отвлечение внимания, и они до сих пор не признают, что Россия совершает преступления в Украине. До сих пор не... Ну, очень сложно, там вот периодически молдавские журналисты, мои коллеги, наши с тобой коллеги, пытаются вырвать признание у людей, скажем так, с левого политического фланга. А что это такое у нас продолжается в 2,5 года? А как можно назвать вот эту ситуацию? И иногда там у кого-то там прорезывается тонкий писк, там, я не знаю, у представителей партии МАН, они так томно заявляют, ну да, агрессия, ну да, война. Но потом не продолжают, да, кто начал войну, что там вообще происходит. Отвлеченно, и давайте к другим темам, перескакиваем на другие более важные вопросы. Мы же хозяйственники, мы же должны заниматься своими делами. И хозяйственные эти вопросы тоже не решаются особо, да, если построить на город? Ну да, мягко говоря, да. Каждый дождь показывает, что в Кишине много проблем, которые должны решать хозяйственники, но хозяйственники как-то не решают. Почему? Разруха не в клозетах, а в головах. Это же написали почти 100 лет назад. Не в клозетах, а в головах. Окей, тут, я думаю, можем прерваться на обсуждении Василия Боли, в общем, как бы люди не стесняются, люди, с моей точки зрения, если режимировать, да, создают, пытаются создать некое ощущение, что вот нормально ходить в майке Путин Тим, и нормально гордиться и признаваться в том, что ты являешься сторонником человека, ну, который признан международным уголовным судом, или на которого выдан арест международным уголовным судом за похищение детей в Украине. А там, кроме этого, еще куча преступлений совершено во время, в рамках этой большой войны в Украине, не говоря уже о том, что само преступление развязать эту войну, которая идет уже больше 10 лет. Ну, фактически, Василий Боля и люди, которые одевают по майке Путин Тим признаются, что они часть всей этой преступной машины под названием путинский режим. И посмотрим, чему это приведет дальше. Это, конечно, очень, это больше стыдно для Республики Молдова, я думаю, это очень большой позор. Но что поделать, есть люди, которые поддерживают вот такое вот поведение, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет дальше. Алексей Рощин, российский политолог, социолог, написал про подобную стратегию поведения, стратегия НБС, нужно быть скотом. И вот эта стратегия широчайшим образом внедряется в современном государственном устройстве Российской Федерации. Ну, а поскольку наши молдавские деятели во многом инспирированы именно этими мязнами, то позиция нужно быть скотом, она реплицируется и на молдавских прериях. Дальше будет хуже. Ну, то есть Василий Боля хочет доказать всем, что скотом быть не стыдно, да? А даже нужно. Да, собственно, гордиться. Да раньше была, Михаил, такая фраза, что, ну ладно, полчаса позора, зато построишь дом. А сейчас-то позор, он не на полчаса. Ну, хорошо, а настанет ли время, когда этим стыдно будет гордиться? И что должно произойти для этого, с твоей точки зрения? Несколько избирательных кампаний, на которых нормальные, вменяемые политики, прошедшие отбор по степени неподкупности, проходят во власть. Ну, надеемся, что избиратели дадут красную карточку, покажут красную карточку на следующих оборах такому поведению. В том числе избирателей, которых... Ну, и все эти комиссии по витингу, при витингу тоже должны принести уже результаты их деятельности. Я жду с определенной долей надеждой новый курс высшей судебной палаты. Мне с интересом я буду наблюдать, что же там будет происходить в ходе последующих событий избирательной пары. Ты ожидаешь каких-то дел по предательстве Родины или как, или измене Родине, или что? Я хотя бы вот хоть чего-то ожидаю. Хотя бы что-то. Судебная тема в какой-то части всей молдавской системы юстиции начнет функционировать нормально. То есть чистить районные суды, это еще предстоит ого-го. Начали с головы, да, рыба сгнилась, у нас молдавская юстиция, молдавская юстиционная, рыба сгнилась головы. Голову, ну, вот отрезали, пришили новую. Смотрим, как очищенная система будет функционировать. Ну, пока голова, посмотри, как эта голова приживется, да, и как она себя проявит. Ну, там дальше, надо дальше, дальше, дальше заменять. Заменять другие части тела, да. Да, делать такой вот киборг, киборг неподкупности, отношения к коррупции и так далее. И тогда, может, что-то получится. А то разговоров много, ну, вот ждем дел. Ждем. Друзья, мы прервемся на короткую рекламу, сори, не рекламу, но короткую паузу. Кстати, да, место для рекламы, да, кто хочет. Хочешь денег, Михаил. Да, да, да. Ну, надо же как-то продолжать, понимаешь, как бы телевидение и СМИ строятся не на воздухе, да, то есть как бы необходимо. Но на честных деньгах, да, нужно об этом говорить. Друзья, прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и обсудим санкции США против Евгения Гуцул и включение Евгения Гуцул, Шора и Марины Таубер в базу данных сайта Миротворец, украинского сайта. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, вы слушаете и смотрите подкаст «Тета вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравыми смыслами долей иронии. Вы можете смотреть нас на каналах YouTube, в YouTube, да, Non-Fiction, Свяченко и Нокта. Также вы можете смотреть нас в Facebook и на страничке Нокта и слушать нас на Spotify подкаст и на Apple подкаст. Иван, санкции, санкции, санкции против Гуцул. Соединенные Штаты ввели санкции против Гуцул за ту самую подрывную деятельность, которую она ведет против Республики Молдова в интересах партии Шор, которая, как мы знаем, признана неконституционной в Республике Молдова. Ну, доказательств по этому поводу очень много, да, и, кстати, почему судебная и правоохранительная система Республики Молдова на это пока никак не отреагировала, хотя есть, мы знаем, что уголовное дело, которое уже направлено в суд, идет судебное разбирательство, Буйканский суд, по-моему, если не... Немножко затягивается судебное разбирательство? Очень сильно затягивается, да, там, как бы, то документы нужно перевести на русский язык, то одно, то второе, то третье, то десятое, и вот никак не начнет этот суд рассматривать дело по существу, насколько я понимаю. Ну, как бы, для Соединенных Штатов Америки, как бы, не нужны никакие дополнительные доказательства, они уже есть, они на поверхности, о том, что Евгений Гуцул однозначно занимается подрывной деятельностью против Республики Молдова. Ну, что это значит для Гагаузи? Я, в принципе, высказался по этому поводу, хотел бы услышать твое мнение, да, что это означает для политика, как ты думаешь, включение в санкционный список? И вообще для региона, которым управляет этот политик. Если мы исходим из того, что Евгений Гуцул политик, да? Ну, да Юр, это наш таки политик, да, и возглавляет исполнительную власть Гагаузи-Ери. И это, конечно, очень такой большой плевок в процессы, которые происходят в автономии на протяжении последнего года. Это показывает то, что действительно с нынешним руководством Гагаузи никто не будет вести никаких переговоров и не воспринимает никто их в качестве даже потенциально возможных партнеров. Соединенные Штаты говорят всему остальному миру, который прислушивается к мнению Соединенных Штатов, что это руководство Гагаузи представляет интересы международной преступной группировки. Более того, ты же слышал, Михаил, что и украинцы тоже вносят ее в базу миротворец. Да, и не только ее. Это называется «География сужается». Вполне себе мы можем представить, какую позицию Румыния, да, официально Бухарест может занять по отношению к госпоже Гуцу. И, собственно, придется либо сидеть в каких-то судебных инстанциях Кишинева, либо выбраться некуда будет из цивилизованного мира. Но она катается в Москву и, видимо, вполне достаточно платят в Москве, чтобы закрыть глаза на риски того, что тебе нигде не будут рады. Ну и дальше это все экстраполируется на ситуацию с властью в Гагаузи вообще. Какие-то проекты работают, но напрямую с представителями местных органов власти, а с большинством, купленным большинством в Народном собрании Гагаузи и с всем этим балаганом, который нынче называется исполком Гагаузи во главе с Башканом Гагаузи, это не партнеры, не возможные собеседники. С этими людьми никто иметь дело не будет. Ну вот депутат Народного собрания Тарнавский, который был заместителем представителя Народного собрания, которого сместили с этой должности. Кольчевое слово «был». Был, да. Из-за того, что он как бы так не вел, его высказывания в последнее время были направлены, ну скажи, были скорее критическими, да, в отношении того, что делает Шор и Евгения Гуцул в Гагаузи. Вот он пишет, опубликовал 19 июня, буквально сегодня, и он пишет, что, значит, поездка спикера Народного собрания в Израиль была фатальной для Гагаузи, если так, имеет очень большие последствия. И он приводит цифры, что как бы инвестиции, прямые инвестиции в Гагаузи упали практически на 24%, почти на 24%. Это очень серьезно. Это очень серьезно. То есть, по большому счету, как ты сказал, сужается мир не только вокруг Евгения Гуцул, но и вокруг Гагаузи, по большому счету. Гагаузи, который привык... Ну, конечно, если никто не хочет иметь дело с этими людьми, то отражается это на жизни людей. Почему политика, как нужный, необходимый процесс построения гражданского общества, должна к чему-то приводить, ну, к какому-то обучению, что ли, политическим процессам. Да, ты не пришел на выборы, или ты проголосовал за какой-то идиотизм. У тебя будет жизнь идиотическая. С тобой никто не будет хотеть иметь дел. И дальше это все отражается на всем твоем микросоциуме, социуме с какого-то медианного уровня и в целом на регионе. Выбрал идиотов к власти, получи идиотизм во власти. Ну, кстати, я посмотрю на этих политиков гагаузских, да, даже те, которые вроде как бы склонны критически относиться к тому, что делают Шор в Гагаузи, им не нравится, но при этом они жалуются, что они никак не могут объяснить пожилым людям, которые, ну, среди которых много, скажем так, сторонников Шора за вот эти вот тысячу лей, которые он раздает, за вот эти 1700 лей, которые он раздает. И они почему-то не могут, ну, политики, которые вроде как бы не Шором, не могут найти подходящие слова, чтобы объяснить вот этим вот людям, да, которые почему-то голосуют за Шора или поддерживают Шора за 1700 лей, не могут найти подходящие слова, чтобы объяснить им, что это как бы плохо, да, ничего плохого Шор, ничего, вернее, сори, ничего хорошего Шор не делает для Гагаузи. Даже ничего хорошего тем, кто получает от него какие-то, там, не знаю, условно назовем это благо, да, хотя никаких благ он этим людям не дает. И почему политики не могут найти подходящих слов? Они боятся идти против течения? Что это? Или не хватает креатива, или они не понимают опасности момента? Как ты это оцениваешь? Ну, помнишь, сегатурение Маяковского, крошка-сын. Тут, по всей вероятности, крошка-сын к отцу не приходил, и кроха не спрашивала. И что такое хорошо, что такое плохо, видимо, дома не объяснили. Это поколение, ну, вот, как ты говоришь, старшего возраста, это послевоенное поколение. И вот последствия войны приводят к тому, что в 60-70 лет ты можешь продавать совесть. Бедность, да? Бедность, в данном случае, не экономическая, а бедность сознания. С другой стороны, с другой стороны. Я не все объясняю бедностью. Нет, я не все объясняю бедностью. И у нас, конечно, страна, да, как говорят, небогатая, но это тоже распространенный миф, что в Молдове тут просто, ну, вот нищета, кошмар. Нет, конечно, это просто сына из пальца. В Тишиневе, извините, пробки по Тишине-Йорке. Ну, да. На вот это вот расстояние. Магазины... За год приобрели 30 тысяч машин, так, жители столицы. Они, простите, где они, с Луны прилетели? Это не Молдаване. Магазины, магазины полны людей. Магазины, села, да, есть пожилые люди с совершенно нищими пенсиями. Но это не значит, что у нас страна нищая. Это не значит, что у нас в стране голод. Нет в республике химологически какого-то голода. Если вы знаете голодного человека, так накормите его. Купите, вместо того, чтобы сидеть и говорить в Фейсбуке про бедность нашей страны, пойди, блядь, в супермаркет и ты купи кошелку на три столе и, извините, продуктов для человека, о котором ты говоришь, который испытывает проблемы. Помоги этому человеку. Все. Вот это, кстати, очень интересно. Все проходимцы, которые хотят пойти в политику, начинают с благотворительности. Так если ты хочешь решать проблемы людей, которые нуждаются в благотворительной помощи, так занимайся благотворительной помощью. Открой благотворительный фонд и помогай этим людям. То есть зачем идти в политику? Для того, чтобы заниматься благотворительностью. Ты же помнишь благотворительный фонд, который возглавляла жена Игоря Датона? Да, конечно. Он же тоже благотворительный. Да. И Плохотнюк имел какой-то благотворительный фонд. Плохотнюк. И Ирина Влаха. Плохотнюка был, да. Да, Ирина Влаха ходила с катертьями и кидалась. Ну, в общем, суть какая? Суть в чем? Я почему возвращаюсь к тому же Тарнамскому недавно он сделал пост и говорит, вот подошла к нему бабушка и задает ему вопрос, почему, значит, вы против людей, против Илона Шора, который помогает людям. Если вы против Илона Шора, значит, вы запас. И он как бы сидит такой, возмущается, что это не первый пожилой человек, который к нему подходит и задает такой вопрос. У меня возникает вопрос, и что? То есть человек много лет в политике, он что, не может объяснить этому пожилому человеку, который к нему подходит и предъявляет эти претензии, простую истину, что если ты променял совесть на хлеб, то ты в конечном итоге теряешь и совесть, и хлеб. То, что сначала у тебя... Совершенно верно, совершенно верно, и показываешь пример своим детям и своим внукам, мягко говоря, эгоизма. А по большому счету откровеннейшего наплевательства на судьбы своих детей, на судьбы своих внуков. Потому что если вы с какими-нибудь имперскими маразматичными установками по поводу восстановления СССР или того, что Владимир Путин начал справедливую войну, не то что с Украиной, а со всем Западом, потому что мы отстраиваем, ну и да бла-бла далее по нарративам. Если ты это поддерживаешь, ну, с тобой очень сложно вести какие-либо переговоры. Раскол в обществе происходит не на каких-то политических спектрах, а на самом простом гуманистическом направлении. Можно убивать людей, нельзя убивать людей. Можно нападать на чужую страну, нельзя нападать на чужую страну. И отсюда уже пляшет вся остальная политическая повестка. Это действительно остается доминирующим в молдавском политическом пространстве и, я напоюсь этого слова, паневропейском. Ну мы опять возвращаемся к тому же Маяковскому. Кроха сын к отцу пришел и спросил Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ну слушайте, можно даже Сергея Михалкова почитать, у него тоже есть честные стихи, как это не смешно было прозвучало. Автор советского гимна, ты про этого Сергея Михалкова говоришь, да? Да, да, да. Не, ну у него есть и хорошие стихи. Отец Никита Михалкова, ты про него? Отец Никита Михалкова, ты про него, да? Сын, господи, отец Никиты Михалкова. Ну да, отец Никиты Михалкова, да. Да. Ну в общем, да, если резюмировать. Да, вот заявление Марины Таубер в этом же, да, коснемся этого, да. Мы как Марина Таубер отреагировала на то, что ее включили в список миротворца, да. Она сказала, что ей оказали честь, внесли в расстрельный список, внесли туда режиссеры, актеры, журналисты, которые никакого зла Украине никогда не желали, а лишь высказывали свое мнение. Ну просто интересно, как бы, ну как это не желали? Они поддерживают преступный путинский режим, они поддерживают и ничего не высказывают против тех преступлений, которые творят. Что значит не желали, что значит не высказывали? Просто интересно. Кого там еще, Иван, в этот список миротворец включили? Ну, в общем, про Таубер мы сказали, да, который считает себя, как бы, ну считает за честь быть в этом списке вместе там с какими-то журналистами, которые, да, если бы люди были порядочные, они бы в этот список не попали. Тут не идут, туда же включили Шора, туда же включили Евгению Гуцу. Ну, тут важно сказать несколько слов про этот список миротворец, да, сайт миротворец. Это сайт, который, скажем так, основал Герасченко, да, Антон Герасченко, бывший советник министра внутренних дел Украины. И туда включены все люди, которые работают против украинского государства, которые так или иначе были замешаны, это люди и с самой Украины, и за пределами Украины. И по той информации, которую мы читаем в интернете, этим сайтом активно пользуются правоохранительные органы Украины, и в этот же сайт, его пополнению способствуют спецслужбы Украины. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, основная задача это так или иначе в той или иной степени привлечь к ответственности всех тех, кто работает против Украины. И это, честно говоря, незавидная задача, вернее, незавидная судьба для тех, кто попал, в том числе и из Молдовы, в том числе и для Евгении Гуцулы. Это не совсем завидная ситуация, в которую попала из-за этого Гагаузя. А напомню, еще один башкан, предыдущий башкан, Михаил Формузал, сегодня не въездной в Украину из-за того, что в 2014 году активно поддержал так называемую Бессарабскую Раду Украины. Это такой сепаратистский проект Бессарабская Рада это организация, признанная экстремистской или террористической в Украине, которая работает против украинского государства. Там же речь идет об этом проекте, так называемом Республике Буджак, которая является частью проекта Новороссия. Но все эти сепаратистские образования, которые пыталась продвигать и толкать в Украине Российская Федерация. В общем, такая не совсем завидная судьба у гагаузской автономии. Так получилось, что особый правой статус Гагаузии почему-то используется против нашего соседнего государства. Да что там скрывать, да и против нашего государства, Республики Молдова, против независимости, суверенитета и теперь активно против европейского пути Республики Молдова. И, как правило, используется как такое шило в заднице не только Республики Молдова, но и Украины. То есть, я не думаю, что это то, чего ждали от гагаузии, когда предоставляли особый правовой статус в 1994 году. И с этим надо что-то делать, Иван. Как ты думаешь? У Кремля очень схожие намерения, что относительно Украины, что относительно Республики Молдова. Все те политические процессы, которые мы наблюдаем за последние, ну, может быть, 20 лет, свидетельствуют о том, что, конечно, с поправкой на оригинальную составляющую, на богатство элит, на разный уровень вовлеченности в европейские процессы, но ты же не сомневаешься, что если Россия захватила бы половину Украины, то Молдову бы Россия тоже захватила. Сто процентов, они обыдевают. Они себя обычным военным путем. Они это тоже не скрывают. Ну, проговаривают. Путин, Тим, они вот, собственно, оттуда. Многие-то у этого Путина, Тима, растут, и ноги, они такие слегка в цветахаки. Ноги слегка в цветахаки, и тут как бы, да, такие, как Василий Болин, требуют побочного порицания и осуждения. Вот Марина Таубер, да, мы о ней говорим в контексте этого сайта Миротворец, да, украинского сайта Миротворец. Таубер у российского посольства, да, в день такой, опять же, непонятный в России праздник, день народного единства или день Конституции Российской, 12 июня, по-моему, да, он празднуется, отмечается в России. Марина Таубер заявила, что более 50% русскоязычных в Республике Молдова поддерживают Российскую Федерацию. В войне в Украине виновата Украина, США, ЕС, РФ, не агрессор, а страна, которая помогает нам, заявила Марина Таубер. Ну, не удивительно, почему Марина Таубер попала в сайт, в базу данных сайта Миротворец, да, потому что, как бы, очевидно, что Марина Таубер работает против Украины, работает против, не признает, она отнесется к числу тех, кто не признает международное право, а Россия сегодня пытается разрушить мировой порядок, основанный на международном праве, на признании суверенитета независимости всех государств, членов ООН, на признании принципа против, она работает против признания принципа незыблемости и несменяемости границ в Европе. Вот Марина Таубер поддерживает эту преступную политику Российской Федерации. И понятно, почему вся верхушка, можно сказать, партии Шор, ну, как минимум, три человека, да, которые относятся, как бы, таким, которые относятся к тем, кто, ну, во всяком случае, очень часто мелькают в средствах массовой информации. Это Марина Таубер, Илон Шор и Евгения Гусу, почему они внесены в эту базу данных сайта Миротворец. Ну, я думаю, что если и дальше в ГГУЗе будут терпеть всю эту вот каналью, которую устраивает Илон Шор, захвативший власть в нашей автономии, я думаю, что незавидная судьба ждет и ГГУЗе, потому что уже вопрос о особом правом статусе и целесообразности его существования в том виде, в котором он существует сейчас, будет подниматься не только в Республике Молдова, но и в соседнем государстве. Отнюдь я не призываю к тому, чтобы ГГУЗе лишили особого правого статуса, просто ГГУЗе в очередной раз и жителям ГГУЗе, и политической элите ГГУЗе нужно задуматься, а в каких же целях использовать особый правовый статус. Его вроде дали нам для того, чтобы мы развивали свой язык и свою культуру, а мы его используем или позволяем другим людям использовать его против нашего государства, против наших соседей и в конечном итоге против нас самих. Я думаю, что пора задуматься над этим. И это, как нельзя, самый подходящий момент для этого, с моей точки зрения. Я предлагаю, друзья, прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся и продолжим обсуждать темы, которые мы выбрали для комментариев. И вернемся мы с темой скандала вокруг национального ансамбля ЖОК, который почему-то посчитал руководство и несколько артистов из этого национального ансамбля ЖОК почему-то посчитали возможным и необходимым принять участие в шабаше, который организовал ШОР в Москве. Друзья, не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику, честно со здравым смыслами доля иронии. Вы можете смотреть нас в YouTube на канале Нокта и на канале Nonfiction Святченко, также вы можете смотреть нас на страничке в Facebook и слушать нас на Spotify подкаст и на Apple подкаст. И не забывайте подписываться, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким и комментировать, друзья. Комментируйте, нам интересно знать ваше мнение по поводу того, что мы обсуждаем. Иван, вот скандал с национальным ансамблем ЖОК. Сначала танцоры поехали к ШОРу, потом руководители отстранили от должности. И вообще как-то молдавские артисты, не все, конечно, но очень многие не демонстрируют, скажем так, гражданственность и лояльность своему государству и какую-то четкую позицию в этой ситуации. То есть, зачем нужно было такому именитому или руководству такого именитого ансамбля ездить к ШОРу на этот ШАБАШ? В чем была цель, с твоей точки зрения? И как вообще... Ну, там не столько руководства. Да, да. Там не столько руководства ездило, там ездили артисты, часть артистов ансамбля. Я считаю, что странно требовать от любого человека проявления гражданственности или вовлеченности в политические процессы. Все живут своей жизнью, кого там учить. Почему? Но все же очень просто. Я не верю, что деятели искусства находятся в безвоздушном пространстве, что они не смотрят новости, что они не понимают, что есть хорошо, что есть не очень хорошо. Все не понимают, но по разным причинам отказываются говорить об этом конкретно. Говорят, знаешь, любимую эту мантру. Мы вне политики. Мы политикой не интересуемся. Если вы не интересуетесь политикой, политика потом за вас будет вами интересоваться. И это очень широко распространено в молдавском культурном пространстве. К сожалению, людей, которые четко, определенно высказывают свои позиции, среди, скажем, певцов, танцоров, немного. Они есть, безусловно, эти люди. Но главное бы не высказываться, но поехать в Москву, плясать на приемах у господина Шора на ворованные деньги, либо на деньги, которые идут во вред молдавскому государству, которые помогают всей здесь. Нестабильность – это вот эти деньги. Я не знаю, как совмещаются гражданства республики Молдова. Ну и подобная либо алчность, либо всеядность. Ну там же история еще интересна тем, что, как бы, да, руководство вроде как бы, ну директор вроде как бы не ездил туда, да, там туда поехали артисты, танцоры, да. Но и осуждение со стороны коллег, коллег ансамбля тех, кто туда поехал, тоже мы не видели, да. То есть, как бы, получается, что у всего ансамбля нет, у всех, кто же танцует в этом ансамбле, поет, играет, в этом ансамбле нет гражданской позиции, но зато, как бы, мы видим, как на их сторону сразу стали защищать их, сразу стали те же шоровцы, сразу стали защищать те же социалисты, как бы, да, ну, ну, что это, как бы, ты требуешь, ну, как бы, ждешь. Потому что на этих людей ориентируются, ну, рядовые граждане, да, то есть, как бы, у них есть свои поклонники, и когда они видят, что, ну, скажем так, именитые артисты республики Молдова становятся в один ряд с людьми, которые находятся под международными санкциями, которые осуждены на 15 лет за, ну, скажем так, кражу века, которые ограбили нашу страну и хотят держать нашу страну в серой зоне, как бы, ты задаешься вопросом, а неужели эти люди не понимают, что, как бы, что происходит? Неужели они видят, что у соседнего государства идет война, и ты ждешь от них какой-то гражданской позиции? А этой гражданской позиции нет. Оказывается, они все про бабло, понимаете, как бы, да, ну, ну, проведешь ты, потанцуешь ты на трех свадьбах больше, чем, ну, сколько там заплатил вот этот Илон Шор, неужели это все совесть и это все стоит того, чтобы, ну, скажем так, рушить свою карьеру и делиться, скажем так, разрушать свою репутацию? Я вот этого не понимаю. Может, у тебя есть объяснение вам? Ты понимаешь, я-то вижу более такую отвратительную сторону медали. Есть продажные артисты, но есть же продажные политики. Ну, это же мы видим все на протяжении многих лет в Республике Молдова. И эта проблема, знаешь, куда серьезнее, чем отцамбль жог, чем какие-то, ну, плюс-минус всеядные люди сферы искусств, сферы культуры, я не знаю, сложно требовать от кого-то, знаешь, не продавать ум, честь и совесть. Не, ну, хорошо, а руководство в этом несет за это ответственность или нет? То есть нужно ли было увольнять директора? Директор несет ответственность за это? Не знаю, не знаю, не знаю, вот в этих вопросах я точно не разбираюсь. Довольно такое очень скорое решение Министерства культуры последовало после всех этих новостей. Может, немножко более тщательно следовало изучить вопрос. Не знаю, я видел письмо, которое подписали, ну, там, десятки артистов ансамбля. За счет руководства? Да, в поддержку с требованием отменить это решение Минкульта об увольнении, увольнении, там, да, по-моему, так звучит формулировка. Единственное, разные позиции вот и там, и там, и там встречаются. То, что музыканты, которые поехали в Москву, поступили странно по отношению к своей совести, по отношению к нашей стране, это факт. Каким-то зрителям все это очень нравится, не исключено, что эти музыканты работают на какую-то свою особую аудиторию. Может быть, этой аудитории не очень интересна наша страна, Республика Молдова. Потому что, опять же, возвращаясь к баранам, подобные мероприятия, проводящиеся в Москве, которые называются якобы политические лидеры, политическая оппозиция, мы создаем какие-то избирательные блоки, всех победим. Это работа на Путина, а Путин уйдет войну. Ну, и тут начинают работать совсем уж простые механизмы человеческого мышления. Складываем один плюс один, получаем результат. Ну, вот. Начинают разбудить избирательные блоки Путина, да. Ну, примерно так. Ну, тут же эта же история получила продолжение, но не с ансамблем жёг, да, но, допустим, ансамбль Дюзова, гагаузский ансамбль, да, поехал опять в Петербург Добровидение, какой-то конкурс там. Шесть молдавских спортсменов, три по самбо, одна по художественной гимнастике, одна по дзюдой, одна по борьбе на поясах поехали в Казань на альтернативные Олимпийские игры БРИКС. Министерство грозит урезать финансирование и так далее и тому подобное. То есть, как бы, это туда же по большому счёту, спортсмены тоже. То есть, как бы, ну, это всё равно, что я не знаю, уже вроде всё понятно, но опять почему-то, неужели не хватает соревнований? И зачем вообще ездить на такие соревнования? Это тоже такой странный вопрос. И тут, наверное, вопрос к спортивным федерациям. Как спортивные федерации проводят, ну, скажем так, работу среди спортсменов и для них важны только спортивные достижения или для них важны ещё и, как бы, мораль, честь или какие-то вещи, помимо спортивных достижений? Или они это никак не увязывают? То есть, как бы, к спорту тоже очень много вопросов, хотя к спорту давно было очень много вопросов. То спорт, штука коррупционная, это мягко говоря. Нас, конечно, будут в очередной раз обвинять в русофобии, какой-то особой предрасположенности видеть недостатки в Российской Федерации, но что такое допинг и Сочинская Олимпиада, по-моему, уже стало плечево языцах. Абсолютно. И это признаётся не то, что всем миром, но и со всеми этими федерациями, которые подмешивали мочу куда-то туда, меняли пробирки, совершали какие-то не то, что несовместимые с правилами, принципами большого спорта действия, а ещё и предельно идиотические. Потому что, как только возгласился скандал и всё это было перепроверено, с первого места в конкурсе медального засчёта Российская Федерация скатилась гораздо ниже. Соответственно, а нафига ж вы делали все эти допинговые пробы? Нафига вы их подменяли, если первое место заняв, вы прокричали на весь мир, что мы лучшие? А как только копнули, оказалось, что ну не совсем. Ты про Суточинскую Олимпиаду. И, кстати, спортсменов российских отстранили от Олимпиады, от участия в Олимпиаде именно из-за этого скандала допингового, по большому счёту, да, что там целая спецоперация была организована по подмену пробирок, по подкупу судей и так далее, и потом членов и чиновников Олимпийского комитета. В общем, там целая спецоперация была. И это всё для того, чтобы продемонстрировать, обеспечить результаты во время той самой Сочинской Олимпиады. Которая тоже, право проведения этой Олимпиады тоже непонятно, как было получено. Ну да, спорт такая. Очень много подозрений в коррупции витает над различными видами спорта. Не говоря уже о том же FIFA и так далее и тому подобное. Ну, как бы такая печальная история. Ну, надеюсь, что реакции, скажем так, федерации хоть как-то на это отреагируют. Когда спортсмен не выдерживает конкуренции, бывает, что приходится пользоваться услугами, ну, вот таких странных соревнований, не ошибка международного уровня, странными призами, странными грамотами, медалями и прочим рейтингом конкуренции между собой. С другой стороны, мы, опять же, знаем, что большой спорт пробиться очень сложно. И таких, ну, ярких людей, способных представить нашу страну на мировой арене, их не может быть много. Это люди штучные. А в том, что касается деятелей культуры, то как раз культура у нас распространяется широко. И поем мы, и пляшем, и все наши свадьбы посещают именно эти музыканты. Иногда свадебный ценник оказывается настолько высоким или настолько нужным, что подменяет гражданские позиции. Деньги пилят. Ну, в общем, если резюмировать эту часть, то, наверное, хотелось бы обратиться к спортсменам и к артистам, что не надо терять здравый смысл. И нужно сохранять бдительность и понимание, где вас используют. Я понимаю, деньги деньгами, да, но в конечном итоге на кону стоит судьба страны и судьба всех нас. По большому счету. Ну, слушай, свадьба – это одно, а выступление у Шора – это другое. Совершенно верно. Это все же разные понятия, да, вот ты можешь поздравлять до свадьбы любых, наверное, людей. Но это политическое событие, это политическое событие, организованное шайкой. И Россия ведет войну против Украины. То есть мы поехали в страну, в столицу страны-агрессора. И против нас, в том числе, и против Республики Молдова ведет же войну. Ну, 20% территории оккупировано, и гибридные угрозы против Республики Молдова никуда не исчезли. Это попытка подорвать страну, попытка изменить ее европейский курс и так далее. То есть лишить ее суверенитета, ограничить ее независимость, скажем так, нарушают ее территориальную ценность. То есть тут все признаки того, что Российская Федерация ведет против Республики Молдову войну, начиная с 92-го года. То есть никуда все это не исчезло. Несмотря на то, что нет горячей фазы конфликта, но конфликт по-прежнему существует. И это был конфликт не между Кишиневым и Террасполем, да, это была война между Российской Федерацией и Республикой Молдовы. Потому что соглашение о прекращении огня подписывали Молдова с Россией, а не Террасполем с Кишиневым. Это тоже нужно обращать внимание, это нужно помнить. И российские войска там, и благодаря присутствию российских войск. Ну, подпись Смирнова там подпись стоит. Да, но кроме Смирнова там подпись стоит еще и Бориса Ельцина. И Бориса Ельцина, да. И Мир Чеснегур. То есть тут же вопрос еще в другом. Есть же, по-моему, соответствующее заключение, что это по большому счету нужно признавать как конфликт между Россией и Республикой Молдова. Поэтому тут, мне кажется... И следуя логике, то да, нужно именно так, к сожалению, признавать. Нужно так и рассматривать. Ну, в общем, да. То есть и учитывая все это, как бы хотелось бы, ну, хоть какой-то ответственности тех же артистов, которых мы все очень любим. И ценим их таланты, да, но при этом требуем и ждем какой-то ответственности и здравого смысла. Прежде всего, ответственности перед своим государством, перед обществом. Потому что живем мы не в простые времена, которые требуют прежде всего ответственности. Я не могу требовать, вот, не знаю, мне не очень удобно как-то это вот произносить, что я требую. Ну, конечно, хочется видеть людей, настроенных некровожадно или не настолько наплевательски. Ну, ты не требуешь, но ты же ждешь, ты же ждешь этого, правильно? Жду, да. Вот требовать не требую, но хотелось бы верить и надеяться. Надеюсь, я и жди, да? Ну, окей. Укажись впереди. Да, да, да. Друзья, мы перервемся на короткую паузу, после чего мы вернемся и продолжим обсуждать, продолжим сегодняшний эфир с заявлениями и обращением Константина Таушанжи, депутата первого парламента Республики Молдова, он из Камрата, и его призыв к гагаузам, к жителям Гагаузии, о спасении Гагаузии от Шора и, соответственно, от Евгения Гуцула. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы, я, Михаил Циркилий и Иван Святченко, Иван-то с нами, да? Да. Да. Обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Ну вот, хорошая новость появилась, Камрата, на этой, на прошлой неделе, или на этой уже, да, по-моему. В общем, на днях Константина Таушанжи вышел с обращением на четырех страницах, у нас есть на сайте его обращение, с призывом к гагаузам одуматься и спасти гагаузию от Шора. Очень многие воспринимают это как хороший знак, что, и очень многих это приятно удивило тебя, для тебя это было ожиданно или неожиданно, Иван? Давай, давай, как бы, я хочу услышать твое мнение, потом я расскажу о Константине Таушанжи, о том, кто он и как он пришел к этому. Я тебе говорил, Михаил, что у меня вот политический гагаузия – любимый регион в нашей стране, потому что у вас протекают очень интересные политические процессы. Они, конечно, далеко не всегда радуют, мы видим, во что сегодняшний политический процесс вылился, но в целом у вас очень бурная, яркая, интересная жизнь. Это интересно изучать и по-человечески, и по-журналистски. Благодаря нашему прекрасному подкасту «Это вам не мешки для сказки» я стал разбираться в гагаузской политике гораздо лучше. Я не особо отличал депутатов Народного Собрания друг от друга, но вот кто совсем продался шору, а кто не совсем, а кто, может быть, немножко честный, а кто держит нейтралектеет. Так вот, господина Таушанжи я впервые увидел с такой яркой речью, и я очень рад этому обстоятельству, потому что господин Таушанжи, человек, я так понимаю, в политике опытный, и более того, настроен по-человечески. Он проговаривает гагаузскому обществу в первую очередь, но и политическим лидерам Гагаузии в не меньшей степени, проговаривает вполне себе очевидные истины. Война — это плохо, шор — это плохо. Давайте сделаем нашему региону, сделаем для Гагаузии чуть лучше, а не намного хуже. Если вам показалось, говорит господин Таушанжи, что у нас во власти в гагаузской автономии звездец, то нет, вам не показалось. Это действительно именно он. Мне очень заинтересовало это его выступление, его комментарии. Мне хочется, чтобы в Гагаузии началась общественная дискуссия. Что с этим звездецом можно сделать? Для того, чтобы эта общественная дискуссия началась, нужно, чтобы как можно больше людей начали высказываться по этому поводу. И Константин Таушанжи, безусловно, один из уважаемых людей в Гагаузии, профессор Камрадского государственного университета, был один из лидеров движения Гагауз-Халки. Я его называю таким гагаузским голубем, который выступает всегда за... Потому что есть гагаузские ястребы, были в Гагауз-Халке, он еще относится к числу таких гагаузских голубей, которые всегда искали компромисс с Кишиневым. Он, и никто этого не отрицает, сыграл свою роль, важную, с моей точки зрения, роль на то, чтобы не допустить конфликт кровопролития на юге страны в 90-м году, когда был поход волонтеров. Он тогда была такая... Двоевластие было в Гагаузии, тогда еще Советский Союз не развалился, и на территории Гагаузии в том числе действовали органы власти Советского Союза, имеется в виду райисполком, Центральный комитет, райком партии и так далее. И тогда же, в 90-м году, как вы помните, была, как ты помнишь, была прозвращена Гагаузская республика, самая прозвращенная Гагаузская республика, которая сформировала свои... Ну, должна была формировать свои органы власти в октябре. В связи с этим, в принципе, и был поход волонтеров для того, чтобы не допустить проведения так называемых выборов в руководящие органы так называемой Гагаузской республикой, именись вот в Верховный Совет, выборы президента, выборы примаров и так далее, и тому подобное. И он, в принципе, как бы, скажем так, возглавляя райисполком Камрате, он взял на себя ответственность для того, чтобы, ну, скажем так, пойти на эти самые переговоры и не допустить. Потом он был депутатом первого парламента Республики Молдова. В числе тех, кто голосовал в том числе за закон об особом правовом статусе, предлагал решение этого закона об особом правовом статусе, был мэром города Камрата, да, и его сняли с должности незаконно решением Народного Собрания в нарушении хартии местных властей, не имеет права вышестоящего органа власти снимать всенародно избранного примара местного органа власти, представителя местного органа власти, потому что нарушение европейской харти его сняли он выиграл дела это год это был 2003 год а понятно воронин до воронин он самый воронина вороне начала пришел порой никогда выиграл выборе место партии коммунистов когда выиграла выбор стране они сначала отстранили дмитрия кретора от должности башкана потом взялись за примара комрата константина то уж он же его отстранили от должности вот по такому ну по беспределу скажу так народное собрание который поднял тогда под себя владимир воронин то народное собрание которое организовало тот самый impeachment против кры крытора да она же сняла уже тут полностью по беспределу просто решением народного собрания сняли примара города с должности на что не имели права ну что в принципе и было доказано в европейском суде по правом по правам человека ну и константин В принципе, он, кстати, родом из украинского села Курчу, Виноградовка, это Гагаузское село, рядом с Болградом, да, получается, ну, грубо говоря, от границы с республикой Молдовы, буквально там два километра, да, и очень всегда демонстрировал такую солидарность с Украиной в этой войне большой, преступной войне, которую затеял Путин. И один из тех, кто активно обращает внимание на то, что нужно переоценить наше историческое прошлое, имеется в виду переоценить голод 46-47 года как величайшую трагедию гагаузского народа, что, в принципе, не резонировало с большинством, с подавляющим большинством политиков в гагаузской автономии, к сожалению, да, то есть, как бы, есть политики, у которых это резонирует, но подавляющее большинство, к сожалению, до сих пор не считает необходимым переоценить это историческое. Ну и таких голосов мало, важно, чтобы такие голоса появлялись, звучали все чаще и громче, и это даст определенную надежду и уверенность тем людям, которые считают, что, скажем так, европейский путь развития Республики Молдова это хорошо, в том числе и для гагаузи, для того, чтобы они стали более активно высказываться и участвовать активно в политической жизни. Поэтому, да, не могу не приветствовать я это выступление господина Таушанжи и ждем, скажем так, более глубокого анализа с его стороны, часть чаще высказывает свое мнение с его стороны по поводу происходящего, да, и от других тех, кто не согласен с той ваканали, которая творится в гагаузи. И да, человек просто называет вещи своими именами, да, то есть, как бы, что, как ты сказал. Этого, оказывается, достаточно для того, чтобы завоевать внимание и на региональном уровне, и на республиканском. Это заявление господина Таушанжи в стране услышали, не только в гагаузии. Безусловно, и в стране такие заявления ждут, да, то есть, как бы, чтобы их было как можно чаще, прежде всего, те люди, которые пользуются авторитетом и уважением в гагаузском сообществе, они должны высказываться по этому поводу. Вот даже если эти мнения идут вопреки тому, принятому и существующему мейнстриму. А мейнстрим, он уже как существует? Мы же понимаем, что восприятие создает реальность, да, то есть, как бы, в условиях, когда Россия полностью контролирует политическое пространство, а у нее в кармане все политики, ну, во всяком случае, самые активные, те, кто в Народном Собрании, те, кто в ваш конате и исполкоме, когда она контролирует СМИ, когда она заваливает деньгами все, создается такое впечатление, что все так думают. Но на самом деле не все так думают, да, то есть, как бы, есть очень много людей... Далеко не все так думают, я вот подозреваю. Просто эти голоса не слышны, нет их представителей. Вот у этой части гагаузского общества, сколько бы ее не было, да, то есть, 5%, 10%, а я думаю, их там больше, чем 10%, да, у них нет своих представителей в органах власти Гагаузии. И политическая система устроена так, что этим людям очень сложно попасть в органы власти. Поэтому создается такое впечатление, что все таки, если ты смотришь на это Народное Собрание, сумасшедшее, да, которое устроило, там, этот кардебалет, когда Майя Санду приезжала сюда в сентябре 2022 года. У тебя такое ощущение, что там все такие сумасшедшие, да, то есть, как бы, на самом деле не все. Я бы, извините, в Гагаузии все такие, да, то есть, как бы, и они представляют всю Гагаузию. На самом деле, не все Гагаузию они представляют, потому что в Гагаузии есть и другие люди, и важно, чтобы эти голоса были слышны, и Константин Таушамжи один из таких голосов. Поэтому, да, ждем и желаем Константину Петровичу стойкости, потому что я понимаю, что он испытывает определенное давление со стороны своих коллег, и со стороны своих бывших соратников по Гагаузии Халки, да, но ждем ему, желаем ему стойкости и, скажем так, не сдаваться. И тех, кто, призываем тех, кто придерживается такой же точки зрения, не бояться высказываться и показывать, что Гагаузия не вся такая, как Константинов, не вся такая, как Евгения Гуцул, и Гагаузия не имеет ничего общего с той вакканале, которую пытаются устроить в нашей автономии Илон Шор. Да, вот, это важно понимать. Друзья? Ты помнишь, Михаил, да? Одну секунду, вот я дату напомню. Открытие аэропорта в Чедрелунге запланировано на 1 июня 2025 года. Ждем, да? Ты хочешь сказать, что мы ждем этого? Ну, кто за язык тянул? Ну, так они же обещали 1 июня 2024 года открытие Гагаузия Ленд, да, то есть как бы... Ну, слушай, Гагаузия Ленд это интересно, но аэропорт... Аэропорт, это совсем другое дело, да. В общем, друзья... Осталось меньше года. Что-что? Осталось меньше года, ну, я думаю, там уже стройка кипит. Нет, ничего там не кипит, да, ничего там не кипит, поэтому, да, не думаю, что его откроют, поэтому ждать мы не будем. Ну, сразу могу сказать, что аэропорта не будет, да, поэтому... Не могу спорить, вот, понимаешь, не хочу, да, ну, не могу. Окей, друзья, прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и продолжим обсуждать... Вернее, продолжим сегодняшний эфир обсуждением саммита мира, который прошел в швейцарском Биргенштоке. Саммит мира по Украине, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы со здравым смыслом, долей иронии и с честностью обсуждаем молдавскую политику. Иван, в общем, саммит мира для Украины, разные оценки, но это мероприятие состоялось. Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Более ста стран приняли участие в различном статусе, были представлены различными, вернее, ста участников, имеется в виду, среди которых и представители различных стран, и представители различных международных организаций. Разный уровень присутствия был, разный уровень участия был, был уровень президентов, уровень глав государств, имеется до примеров, или президентов, уровень участия министров и уровень участия каких-то спецпредставителей. Там же, безусловно, принял участие и президент страны Майя Санду. Почему? Безусловно, потому что нынешнее руководство страны и, надеюсь, и будущие руководства страны также будут проявлять солидарность с Украиной, проявляют эту солидарность с Украиной, да, и произнесла там очень интересную, важную, с моей точки зрения, речь. Ты как расцениваешь это мероприятие? Что оно дает Украине, с твоей точки зрения, и Республике Молдова, безусловно? Украина с помощью подобных мероприятий говорит мировому сообществу о своих проблемах и пытается отыскать пути решения. Это серьезный международный представительный форум. Цивилизованные страны в нем приняли участие и вполне себе однозначно высказались. Кого-то на этом форуме не увидели мы, в частности Китая. Несколько недель, а может быть даже и месяцев Китай размышлял, стоит ли приезжать в итоге. Нет, не приехал. Молдова представлена была на высшем уровне. Президент Майя Сандо произнесла важную, на мой взгляд, речь о том, что невозможно соглашаться с формулой мира, когда агрессор вынуждает отдать тебя даже незавоеванные земли. Это не означает достижение устойчивой формулы мира. Это означает, что агрессор раззадоривается. Если прокатило один раз, что же не пойти-то и еще больше и дальше. Увритская администрация переживает сложные времена не только потому, что война, но и потому, что что делать дальше, действительно уже становится непонятно. С одной стороны, необходимо освобождать оккупированную территорию, с другой стороны, а как это делать? С третьей стороны, не может Украина сдаться Российской Федерации и, разумеется, во всех заявлениях саммита мира по Украине было подчеркнуто, что нет, это не тот путь, по которому, не то что стоит идти, по которому вообще можно идти. Это экзистенциальные вопросы самого существования государства Украина. Ну, это, безусловно, с моей точки зрения, важно, во-первых, подтвердить, что на стороне Украины весь цивилизованный мир и те, кто причисляет себя к цивилизованному миру. Относительно Китая, ну, с моей точки зрения, Китай уже определился, да, Китай на стороне России. Китай помогает России в этой войне, Китай поставляет ему необходимые товары для, и в том числе товары и услуги, которые позволяют России, или помогают России вести эту войну. Китай, как мы читали из международной прессы, пытался заблокировать участие и других стран, которые зависят от Китая в этом саммите мира. Ну, как говорится, с моей точки зрения, с Китаем все понятно. Китаю выгодно сотрудничество с Россией, Китай получает из России все необходимые ресурсы, ну, и режим это похоже, да, мы же видим, да, куда сказать. Похоже, безусловно. Ну, у Китая точно есть свой курс политический, и что они на самом деле думают, китаеведы не знают. Почему? Это тайны пекинского двора, но у них, мне так кажется, свои планы относительно любого сегмента мировой политики. И мировые наблюдатели, наблюдатели мирового уровня далеко не всегда адекватно оценивают ни общеизвестную информацию о Китае, ни, разумеется, закулисную. Там в себе нас нужен, а не политологи. Ну, мне кажется, что тут совершенно очевидно, как Китаю выгодно то, что затеял Путин, потому что это ставит под сомнение тот мировой порядок, который был сформирован после Второй мировой войны, да, то есть, как бы, неизыблемо стеглоизм. У Китая есть территориальные претензии к своим соседям, Тайвань, да, то есть, как бы, от Филиппины. То есть, там очень серьезные, как бы, Китая претензии, поэтому, с моей точки зрения, то, что затеял Путин, выгодно Китаю. Если у России это выгорит, то это развязывает руки Китаю, поэтому, как бы, с этой точки зрения, Китай сидит и выжидает, да, более того, и помогает Путину добиться тех целей, потому что это прокладывает дорожку, в том числе и Китаю, да, уже, скажем так, в Юго-Восточной Азии, по отношению к тем соседям, которым Китай ведет себя примерно так же, как Россия ведет по отношению к бывшим странам Советского Союза, или странам бывшего Советского Союза. Поэтому тут, с моей точки зрения, совершенно очевидно. Но еще один интересный момент был, да, как Путин пытался сорвать этот саммит, перед, буквально за один день самого саммита, вышел с этим предложением, где он там был, там, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, да, и сделал предложение, в общем, давайте, уходите с территории. Давайте договариваться, договариваться, о чем договариваться, давайте. Да. Вот наши условия, а дальше можно договариваться. А дальше можно. Убирайте войска с Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, и, значит, это он предлагает Украине, да, и никакого вступления в НАТО. Ну, так, тут же интересно, да, что он-то, по большому счету, не добился своих целей, да, то есть, как бы, ну, помимо того, что уничтожил полмиллиона своих солдат, да, то есть, как бы, которые... Включает и убитых, и раненых, да, то есть, как бы, это за два года, по большому счету, да, в Афганистане за 10 лет или 9 лет, там, сколько, 15 тысяч официально погибло, да, а тут уже полмиллиона, из которых, там, ну, как минимум, 1200, это убитыми, да, то есть, как бы, и человек. Мы не знаем, тут надо, Михаил, мне кажется, аккуратно это говорить, мы точных цифр не знаем, их не называет ни Российская Федерация, ни Украина. Есть очень осторожные оценки ООН, там вот точно задокументированные какие-то списки, есть данные журналистских расследований, связанных с утечками документов. Цифры погибших, пострадавших, раненых, они колоссальные, но мы не можем сказать, сколько. Но это гораздо больше, это в разы больше, чем то, что Советский Союз потерял. Это на порядок, на порядок. Конечно, конечно. Ну, то есть, как бы, и он... 150 тысяч, 100 тысяч. Хорошо, а какова была цель вот этой вот, вот этого жеста Путина, если это можно назвать жестом, да, в Министерстве иностранных делах? Попытка сорвать саммит, ну, это же как бы глупо, да? Там уже, фактически, все запряжены, все подписались с тем, что участвуют, и он, он что этим хотел сказать, с той точки зрения? Ну, он не мог ничего не сказать, это же тоже, да, информационный повод. Проблема в том, что неинтересно слушать заявления Владимира Путина. Владимир Путин, на мой взгляд, перестал играть роль политика. Он играет роль патологического лжица, он постоянно врет. Политик не может постоянно врать, и это сказывается очень плохо на его мыслительных, процессах, на его принципах мышления. И, разумеется, сказывается на той политике, которую он продвигает, и которую он делает. Вот. Владимир Путин живется нынче в мире иллюзии, и сам не замечает, сколько вранья он способен выдать в одну минуту, в одну единицу времени. А все остальные замечают. И у всех остальных, ну, вменяемая память, они помнят, что было вчера, позавчера, позавчера, в 2014 году и так далее. И ему больше никто не верит. Кроме разве, что самых каких-то продажных политиков, которых мы видим в нескольких европейских странах, они тоже есть. Да, и в Молдове Путин тоже есть. То есть, как бы, не будем забывать. О, да. О, да. Ну, только победа Украины поможет Путину выйти из этого иллюзорного мира, в котором он пребывает, да, и вытащить из этой иллюзии и Российскую Федерацию, которую он явно прогнул, заткнул, да, и там вообще не осталось никого, кто мог бы высказывать свое мнение и свободно, без угрозы того, чтобы сесть, быть замученным, запытанным и так далее. И только победа Украины на поле боя, скажем так, принесет изменения в саму Россию. Хотя это проблема России, главное, чтобы Украина обеспечила свою защиту и способность развиваться дальше и защищать себя от тех попыток военной агрессии, от военной агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому, в конечном итоге, это хорошо и для Республики Молдова. Иван, я благодарю тебя за этот эфир. Спасибо. Да. В общем, в следующий раз, на следующей неделе ты уже будешь здесь, да, будем в студии с тобой общаться. С божьей помощью, да. Спасибо большое, друзья, благодарю вас, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки. Вы смотрите нас в YouTube, на канале Non-Fiction Священко, на канале Nocta, в Facebook, страничка Nocta, и слушайте нас в Spotify подкаст и Apple подкаст. Увидимся через неделю. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»